Альфа-банк нанял на работу российского рэпера Алишера Моргерстяна. Осторожно, в машине директор. Теперь он директор по работе с молодежью. Смотрите. Мне *** тебе бабуля. Ай ***, как же классно. Можно больше сегодня не работать. Банк мы закрываем. Ну что, первый день на работе, так сказать. Кофе. Алишер Тагирович, дадите, пожалуйста, к руководителю. Уволен. Надо записать. Самое время пойти на планер. Перед артистом поставили цель привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов. Начался отличный сериал, в котором вы будете наблюдать за моей карьерой. Директор по работе с молодежью. Первый рабочий день. Волнительно. Директор по работе с молодежью. Мы вчера нормально повеселились. И, в принципе, кстати, отлично себя чувствую. Пиздец всем. Не, ну это прям директор по работе с молодежью однозначно. Так, время заказать карту по ссылке в описании. Все, бабуль, а ты переживала, что меня без высшего никуда не возьмут. Директором стал в банке. Поехали. На новой машине, на новую работу. Ого, классно прозвучало. На чем поехать на работу? Как уж эти проблемы директоров. Ладно, поедем сегодня на новой машине. Новая машина, новая работа. Осторожно, в машине директор. Я думал, приеду, нехуй себе, такой, на 911. Вы узнаете, чья машина, уберите ее отсюда. Вот мы и в бизнес-центре. Атмосфера довольно рабочая. Я готов заступать на свою должность. Сколько времени сейчас? Я не знаю, я их для понта нашу, они неправильно идут. Время 12 часов дня, понедельник. Мне разрешили сегодня немножко опоздать, потому что вчера был день рождения у моей девушки, и начальник сказал, да ладно, поспи чуть-чуть. Кто там снимает, ты его знаешь? Не знаю. Привет. Давайте я вас сейчас проведу. Давай. К вам в кабинет. В кабинет? В кабинет, да. Все. Вот это технология. В этом здании, получается, только сотрудники Альфа-банка, да? Здравствуйте, коллега. Здравствуйте. Здравствуйте. А можешь спуститься, встретить? Там Диляра стоит и Алексей. Она Дилара. Ой, Дилара. А когда ее называют Дилярой, она очень сильно злится. А когда она злится, очень злюсь я. Все. Я просто тренирую свой мужской стержень. Я же все-таки директор теперь. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем хорошего дня. Такого рабочего. Здравствуйте. 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 Даже компьютер дают на телефон. Серьезно? Да. Она, я свой взял. Куда можно положить мой обед? Я взял и яички. Смотрите. Директор по работе. Мне *** тебе бабуля, а ***, как все классно. Я слышал истории, что в офисах часто едят чужую еду, поэтому я сейчас посчитаю яйца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь яиц. Запомнили? Проверим в конце дня, сколько их будет. О, ни ***, вообще тут. Можно не подкрепиться. Можно и что-нибудь яйца схавать. Е? А где показано, что дальше? Можно, блядь. Да? Ну что, первый день на работе, так сказать. Первый день в офисе. Пока все нравится. Красиво, люди красивые, улыбаются. Все такие вроде на веселе. Не офисные планктоны, не задротиксы, не ботаниксы. Приятный коллектив, так сказать, коллеги. Правда, вот ситуация на парковке меня сразу выбила из колеи. Потому что, ну, купил новую тачку вчера. Вот только вчера. На радостях приехал, думаю, ух, сейчас буду понтиться здесь, кайфажорить. А прямо напротив на парковке стоит такой же 911 Porsche. Это, конечно, было ужасно. Это прям задало дурной тон. Но зато у меня теперь есть кабинет. Свой личный кабинет, где я могу делать вид, что я работаю, звонить Танечке, просить у нее кофе и людей увольнять. Кстати, я сегодня двух человек уволил. Вот. Ну, я так считаю. Я не знаю, на самом деле, они уволены или нет. Мне сказали, что да. Но мне кажется, меня обманывают. Вот не зря же все это. Вот не зря же жизнь прожили. О, сейчас, один момент. Кофе. Ну, все, я домой. Я, в принципе, чаще все директор делаем. Это как, знаешь, ставят всякие мужики на работе фотографию своих жен, да, детей. А у меня будет вот эта вот штука тут лежать. Вот. Ну, еще один компьютер. Тут я тогда попишу альбом. О, кстати, я же могу здесь реально записывать дрэки. Тут можно позвонить, ну, вот так вот сказать, кофе. Да нет, можно, конечно. А, я что бы принесли? Это кофе? А, вот Таня. Таня? Таня. Танечка, 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 кофе, пожалуйста, в 221-й. А, 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 американо, американо. Да, хорошо. Спасибо, Танечка, спасибо. О, здесь три шестерки. У меня, это мой номер личный? 44, да, а не 3. Угу. Полно. Стелек. Так, у меня есть почта. Ой, и там очень... О, о, привет от холопов. Добро пожаловать, Малик. Неплохо. Ламаба или Фера? С уважением, идущий разработчик. Не считаешь ли, что нужно уволить его прямо сейчас? Я считаю, надо ответить. Все-таки человек вопрос мучает. Хорошо, ответить. Беши, Ламаба. Ответить. Уволен. Да ну, да, человек испугается. Отправить. Ведущий разработчик. Блин, директором быть круто. Здравствуйте. Это кофе. О, спасибо. Почему он вообще кофе у меня просит? Кто вообще такой? Не нравится он мне. А у меня все подчиненные есть какие-то? Не, пока нет. А над кем я директор вообще? Не, ну в принципе директор. Какие советы как директор директору дашь мне, да, чтобы как бы держать в дежовых луковицах всех этих, блядь, чели? А, ну во-первых, так это. Если назовешь те люди, могут подойти, ну ударить не могут, но все высказать. Поэтому надо как-то так, очень аккуратно. Как? Крестьяне? Ну нет, что типа мои любимые. Ага, мои люди. Мои люди всегда со мной. Например. Понял. Второе, что очень важно, обязательно сегодня первый день заказать вот эти все пироги осетинские или суши, или какую-нибудь ерунду и всех накормить. Произнести вдохновляющую речь. Ооо. Это обязательно сегодня. Прикольно. То есть мы сегодня собираем всех на пир? Ну символически просто как-то накормить. Как день рождения в школе, короче. Ну сейчас намного важнее. Тебе надо приготовить вдохновляющую речь. Это я могу. Не понтоваться. А как они, как тогда люди поймут, что я директор? У меня даже не написано, что я директор. Ну и какой кайфарик. У нас есть приложение сотрудников. Там есть как в тиндере, можно так делать? Нет, нельзя. Надо добавить. А курилка есть у вас? Не, у нас не курят. Хорошо. Молодцы. Есть карточка твоя с должностью. И у тебя уже 191 лайк. Так, что еще? Какой совет? Это что такое? Извините. Это у вас над всеми директорами поработать? С молодежью вот с такой штукой ходят? Мне кажется, эти фейсбочники просто слушают, что я говорю. Подожди. А можешь, пожалуйста, иногда ему просто в лоб ей бить? Да, давай. Мне кажется, он сильнее. Не показалось? Нет? Сейчас будет семинар. А в телефоне можно там сидеть, играть? Во Flappy Bird? Нет, думаю, что... Нет? В Flappy Bird? А в Doodle Jump? Нет, но в Flappy Bird точно нет. Ну, в классике. В фейсбочке подругу можно. Ну, все, хорошо. Так, надо поделиться впечатлениями честными. Впечатления у меня спорные. Но, в общем, мы разные по целям и ценностям люди. С одной стороны. С другой стороны, ну, в общем, надо уметь и учиться принимать разных. Вот, попробуем его попринимать. Нужен бизнес-результат. Да, нужно ответить всем критикам цифрами. Я в них верю абсолютно. Надеюсь, что все получится. Да, ребят, ты ехал. Большущий дядя мальчик. Стой. Здесь есть психолог свой. Надо обязательно сходить. Надо прийти к ним, сказать. Ну, я все-таки уверен, что я дьявол. Что будем с этим делать? Расскажу я всю теорию, как бы, все доказательства. Потом к врачу сразу же. И массаж. Интересно, это с окончанием или нет? Ладно. О, где-то я тебя видел. Ты знаешь, тут работает? Не знаю. Симпотное. Мне кажется, наш здесь служебный роман. Нужен у него твоя секретарь, что ли? Да, Сбербанк супер, конечно, ребят. Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Так, куда можно жопу кинуть? Друзья, коллеги, привет. Меня зовут Марат Смогулов. Я директор по персоналу Альфа-Банка. Знаю, что в первые дни, в первые недели достаточно сложно в любой новой организации разобраться, что к чему. Поэтому, надеюсь, сегодняшняя наша сессия этому поможет. И мы немножко разберемся. Для начала я предлагаю познакомиться. Смотрите, значит, маленькая игра. Каждый выбирает ту карточку, которая ему ближе всего по изображению. Ну вот, вот какой имидж. Ложите на душу, ту уберите. И дальше показывает карточку и говорит, как его зовут, в каком подразделении будете работать и почему выбрали альбом. Я начну, а вы продолжите. Договорились? Давайте выбирать карточки. Ну, очевидно, вот это. Так, а я же должен как-то аналогию с Альфа-Банком провести. Ну, смотри, да. Это, конечно, похоже на букву А в целом. Вот. Это правда. Прикольно. Альфа-Банк это действительно крутой коммерческий банк. Крупнейший в России. И который всегда ищет решения. Прогритовать наших клиентов, если они не совместно на правильные клиенты. Да. Спасибо. Всем привет, меня зовут Настя. Я присоединена в команде Продвинтонер. Я зубы сделаю. Можете прикинуть, сколько Альфа лет плюс-минус? Скоро 30. Около 30. 31. Да, то есть, соответственно, как бы Альфа была с 1 в 90-м днем. Вот, по сути, когда вот в 90-е все началось, вот тогда и началась Альфа. В App Store у нас одна из самых высоких оценок в мире нашего приложения. 4,9 из 5 возможных. Это тоже повод дальможности. Что для тебя свобода? Ну, слово, как минимум, да. И существительное, женского рода. Поэтому свобода. Это исчерплющее, мне кажется, определение слова. Свобода, спасибо большое. Вот, что для нас свобода. Мы очень разные, но не чужие. Нам все равно, как вы выглядите. Ну, по сути, есть у него татуировки или нет. Да, много. У меня тоже есть татуировки, просто не там, где как бы их видно, но тем не менее. Покажи. Зацени. Зацени. Во-во-во-во, тигр, тигр. Нормально. Надо записать. Начинать рабочий день в своем ритме, в своем темпе. Соответственно, кто-то начинает рабочий день в 8, кто-то начинает в 11. Просто договоритесь об этом со своим руководителем, я уверен, что у них проблемы с этим не возникнут. Ходить в офис, в чем удобно, у нас нет дресс-кода. Ну, соответственно, во всем главный здравый смысл. То есть, если ты работаешь с клиентами, если у тебя клиентская встреча, то, конечно, наверное, как бы лучше выглядеть как-то, ну, не то что официально, но, по крайней мере, прилично. Хороший ГМС, ну и, соответственно, у нас тоже есть корпоративный психолог. Тоже абсолютно бесплатный. Вкусные обеды, как в Гугля, у нас, по сути, тоже самый провайдер, который формит Google в силиконовой долине. Очень-очень все смешно. Когда обед? Обед когда? В любое время. Вот как захочешь, как проглазаешься, тогда иди. Пошли, тогда. Ну, мы на обед, да. Ну, хорошо. Не хочешь заслышать? Ладно. Ну, давай. Распаковка кейса от Альфа-банка. Носки красные, носки белые. Это, я так и полагаю, для того, чтобы носки носить. На шее. На шее, да. Правда, новые сотрудники, или вы, как бы, актеры? Да, вы все, ну... Ого. Пожалуйста. Можешь видеоупривитик записать на видео? Давай. Тема. Тем, привет. Нормально? Да, пойдет. Спасибо. Ну, а в целом, семинар прошел отлично. Мы познакомились с новыми работниками, с новыми людьми. Я многому научился за этот семинар. Я сделал себе много важных пометок. О, я придумал. А давайте мы сделаем, ну, как бы, офис в формате шоу «Холостяк». И в конце каждого дня одного будем увольнять. Я догадываюсь, почему они попросили меня одеть рубашку. Видимо, просто сотрудницы не могут работать из-за слишком сексуальной активности в их организмах. И КПД Альфа-Банка снижается. Я даже в леопарадных трусах прошу заметить. Да что же это такое-то? Да-да, войдите. Да-да, слушаю. Можно войти? Можно. Я вам деньги принесла. Да-да, спасибо. Да, работа классная в Альфа-Банке. Вот так вот мы тут и работаем. Заказывайте карты, а не бесплатные. Кэшбэк на все. О, блядь, альфа-банки, карты, да? Директор по работе с молодежью. Решёв Тагирович, дарите, пожалуйста, к руководителю. Уволен. Тут давай. А что у тебя такой классный кабинет? Да я не буду слышать, что он классный. Ну, он был больше. У меня вот тапочки. А у меня носки красные, смотри. Ну, ладно, я домой тогда. Так, ну вот такие у нас кабинеты у руководителей. Не знаю. А, у меня... А что, я не руководитель, что ли? У больших руководителей. У нас, ты знаешь, директоров много. А где у тебя тут мусорка? А, вон там, у стола. А вот тут. Директор этот, мой директор-директор, какой-то он смазливый, что ли. Как будто, ну, типа, всем видом хочет показать, что... Ну, да, ты, типа, директор, но я, как бы, директор-директор, да. Как бы так, невзначай улыбается постоянно. Что-то это нечистое в него есть. Как будто бы вот все направлено на то, чтобы самоутвердиться. Да, как бы, камон, ну, я Моргенштейн, я стадионы собираю, у меня миллионы фанатов по всей стране. А, ну, типа, директор-директор, у меня кабинет больше, а, да, ну, больше, да. Заходи ко мне на совещание. Нет, даже не заходи, а зайди. Ну, ничего, пусть наслаждается месяцок. Потом сейчас я сто тысячи выполню задачу по карту и выкуплю просто их банк. И буду я его директором. Это open space, то есть, если ребята работают. Массаж, это что, это прям можно сходить на массаж? А, можно качаный? Делайте. Бери режим, там есть автоматический режим. А, работает? Ого. А, если сотрудник устал или человек, можно... И еще, блин. Ну, все, будет стимул ходить на работу. Да. Да. Вот здесь вот кабинет психолога. Опа, к нему мы обязательно зайдем. Если там, правда, никого нет сейчас на приеме. Не, я не сейчас хочу, я пока еще ношу в себе свою проблему. Покажи. Я почти уже ее осознал и хочу вот прийти к нему... К ней, девушке. Отлично, вообще. Наш большой зал. Ого. Очень серьезные дяди сидят. Да. И видишь, они все сидят на расстоянии безопасно. Девушки на ресепшене. Красивые, умные. Пойдем вас на кушать. Пойдем. Пойдем на танцы. Здравствуйте, девушки. Мне сказали, вы красивые, умные. Да, это так? Да. Я не так. Спасибо. Сколько этажей вообще? 11? И все это работники Альфа-Банка? Да. Да. Сколько человек все работает вообще? Здесь порядка 4 тысяч, я думаю. Дэээм. Это же можно большой стадионный концерт сделать потом для всех. Как вариант. Вход по карту. И же, впрочем, экран. Вот я сюда хотел тоже что-то мотивирующее свое сделать. Надо записать. Вот я записывал на семинаре. Сделать приветственное видео. Чтобы каждый сотрудник, заходя сюда... Что заходя? Заходя сюда, сразу заряжался энергией, позитивом и на весь день. Это я, Монгенштейн. Так, фитнес-клуб бесплатный. Вот это хорошо. Спорт мы уважаем. В принципе, можно уже на время. Блин, круто. Еще один стимул ходить на работу. Подкачиваться. Карты заказывайте. Пойдем, от грудака пожмем. Юрий Дудь, вызывайте на реванш. Опа, погнали. Спорт. Напампился. Да, да. Сейчас пойдем Танечку на кофе разводить. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. На-а-а. Тренируйся увольнять. А, в смысле? Ты меня огорчаешь. Нет. Заказывай карту. А, я знаю как. Меня учили драться. Азиз, помоги. Вот так. Мне обещали обеды, как в гугл. Сейчас посмотрим. О, очень вкусно пахнет. Растения живые, между прочим. И это дерево настоящее. Живые, да? Да. Уволен. Вроде не живой. Есть даже эти, колораж и БЖУ. Это прям. Для нас ппшниц. Это вообще топ. Я возьму свеколку. Сашлык из рыбы красной. Блин, здесь можно действительно работать. Качаться и кушать еду вкусную. А брокколи твердые? Не могу быть так твердые. Не, мне наоборот надо не твердые. Давайте немножко брокколи тогда. Да, много сладостей. Прям как в американской школе, смотри. Ворох. Шауха. Блин, я не могу, к сожалению, сейчас ездить. Я директор, скидка будет? Вообще нет, столовой бани все равно. Я понял. Ну, хорошо. Опа! Дали нативочку. Да, я пользуюсь альфой сам. Так что, видите, пацаны, как бы я рекламирую только то, чем пользуюсь сам. А почему ты уходишь? Оставайся в миске. Не, оставайся. Конечно. Со мной никто не хочет делить один стол. Гугл отлично готовит. А, ну, конечно, они же все рецепты гуглят. Еда, да, точно. Вот хавать круто. Гугл вообще отличный повар. Респект. Гугл за еду и за красивую кафешку. И за вот эти подносы, как в американских колледжах. Вот. Правда, со мной, как будто бы никто сидеть не хотел особо. Вот. Что-то живот побаливает. Но он болит уже 4 дня. Поэтому это вряд ли. После сегодняшней еды. Так, мы подкрепились. Самое время пойти на планерку. Поставить себе цели. Задачи. И начать их выполнение. Через сколько начало? Через сейчас. Через сейчас. Сейчас приду. Здравствуйте. Опа. Форбс. Я там был. Да, мы в прошлом году стали лучшим банком по версии. Что-то это да значит. Коллеги, давайте сначала познакомимся. Алишер. Моргенштерн. Директор про гости молодежи, да. Давайте сейчас, значит, поговорим про задачи. Тобственно, Алишер, мы от тебя ждем. Продаж 100 тысяч новых карт, да, или новых клиентов. Надо это прямо зафиксировать. За мое время работы здесь я должен привлечь 100 тысяч новых клиентов в этот банк. Это очень много. Насколько я знаю, на всей земле только 7 миллионов людей. 7 миллионов. Именно. Вот, поэтому... Попробуем. Давайте поговорим немного про продукт. Так, ну... Продукт. В чем ее основные преимущества? Значит, ну, она бесплатная, она с кэшбэком. Просто красивая. Ну, она красивая в том числе, но это очевидно. Много ли карт вообще на рынке сейчас с бесплатным обслуживанием? С вот таким, как у нас, вообще без каких условий. То есть она всегда бесплатная, навсегда. Таких карт, ну, я не знаю. Единственное, полностью бесплатная карта. Уже, кстати, звучит как отличный призыв себе ее заказать. У нас есть банк в стране зеленый. Ну, зеленый цвет. А ну и как думаешь? Крем пошло. Ну, примерно вот такого же цвета. А, ну, я понял. Да, понятно. И сколько клиентов Лешка нам приходит? 69% Ну да, то есть... То есть они бегут оттуда к вам. Да. Меняют, так сказать, зеленый на красный. Почему они это делают? Вопрос. Мы провели исследование. Это было и качественное исследование. То есть фокус-группы собрались. Ответ очень простой. Как только они узнают, что бывают бесплатные карты с хэшбэком, а их карта, она платная и без хэшбэка, тогда они приходят к нам. Поэтому наша судьба задача, как можно большему качественному делу, сказать, что есть карты бесплатные. Бесплатные всегда и без каких-либо условий. То есть вас не заманят, скажут, типа, да, ну, бесплатные, честно. Вы делаете, да, и какую-то карту, ну, допустим, зеленую, тогда просто от балды сказал. И они такие, оп, а мы у вас миллион сняли нечаянно. Такого здесь не будет. Карта всегда будет бесплатной. Вот. И кэшбэк. То есть вы получаете кэшбэк со всех покупок? Да. Со всех вообще? Да. В общем, на нее можно уходить. 100 тысяч человек уже прямо сейчас заказали. Я думаю, эту карту. Всем спасибо, коллеги. Про подростков. Значит, вот эта карта еще буквально в марте была только с 18 лет. Теперь ее можно оформить и с 14 лет у нас. Отлично. Что для этого нужно? Для этого нужно просто зайти на сайт Альфа-банка и буквально 40 секунд нужно только имя ввести, дату рождения телефона. Нам подумать с вами, как, не знаю, через каких-то блогеров, известно, продвигать эту историю. Поэтому ждем от тебя предложений. Мы дадим тебе небольшой бюджет. Ну как? Нет, большой бюджет дадим. Сейчас мы обсудим, какой коллеги, какой выделят. Можете торговать здесь. Хорошо. Мы отпадаем какую-то акцию. Точно. Мы можем сделать специальную акцию. Я же здесь не на один денечек, правильно? И с каждым выпуском мы будем придумывать какие-то новые, интересные заманухи, да, для того, чтобы вам было интересно оформить эту карту. Вот у нас первый выпуск. Сегодня я первый день на работе. У меня есть отличный телефон в кабинете. Вы заказывайте карту себе по ссылке в описании. Я в следующем выпуске выборочно прозваниваю сам некоторых заказавших. Да, так можно сказать? Да. Для тех, кто из Москвы. В следующем выпуске я выберу пятерых, кто придет лично сюда, ко мне в кабинет, и заберет карту из моих рук. А всех остальных, не только жителей столицы, я буду обзванивать, говорить, «Алло, братик, привет, что ты там карту заказал?» «Да, молодец, молодец, там как?» «Скажи там этот сзади, какой код у тебя там написан?» Вот такие дела. Все, так что заказывайте и ждите звоночек. Ждите звоночек. А может даже и ко мне в кабинет попадете. Я думаю, это отлично для первого выпуска, отличная мотивация. У нас бесплатная карта, у нас кэшбэк, у нас возможность попасть в кабинет, к директору по работе с молодежью, у нас возможность получить звоночек. Ссылка в описании. Бегом, бегом. Ира, ты как самый у нас опытный взрослый человек, можешь сказать, что думаешь на тему всего происходящего? Я думаю, что давно мне не было так весело. О, это самое главное. Ну, в принципе, какие-то есть вопросы. Давайте я подытожу. Значит, у нас есть цель 100 тысяч карт. 100 тысяч карт. В конце каждого выпуска мы будем в реальном времени смотреть, сколько карт заказано. Да. И будем таким образом анализировать и понимать, какие шаги, какие акции, какие рекламные ходы, какой выхлоп нам принесли. Вот, собственно, вы в реальном времени тоже будете наблюдать. Видите, это же все-таки реально я тут работаю. То есть это не ради рекламы, просто для красоты, а? Да? Вы реально будете наблюдать за моей карьерой. Вот и посмотрим, как бы провалюсь я или ждет меня успех. Поэтому в конце каждого выпуска будем смотреть, сколько карт заказано. Цель 100 тысяч. Да, пока понятные цели. Сейчас ноль. Ну да. Есть от чего оттолкнуться? Ну, может быть, кто-нибудь из знакомых сегодня отформит, мы нарисуем цифру. Алишер, я бы хотел у тебя карту заказать. У меня как раз не только банка, а я Саша. Привет. Отлично, вот и первый. Ноль, 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 ноль. Первая карта, господа. Отличный старт. Отличный старт. Хорошо начали. Если посмотреть в зеркало, то план будет. Может, отзеркали в видос? Вот и все, господа, вот мы и закончили. Ну что? Алишер, с тебя, соответственно, подумать на следующий день про блогеров. Скажи, сколько это стоит? Сколько примерно мы ожидаем? Сколько у меня будет денег рекламного бюджета? Мы по-другому думаем. Сколько ты готов принести продаж и скажешь, типа, вот смотрите, я сделаю, не знаю, там, 10 тысяч карт по 200 рублей, например. Ну, я бы обязательно купил рекламу у Давы. У Давы бумаги, наверное. У Давы. У Давы это смеет? Да. Нет, давай оставим это на сладенькое. Это прям отдельный интересный выпуск, когда мне дадут много денег, и я буду решать, у какого блогера купить рекламу. И будем писать блогерам ТЗ. Это самое интересное. Это называется бриф. Бриф, да. Например, блин, ой, ну это будет вообще весело. Например, Дава в костюме у Давы. Да, в костюме у Давы, да, в красного. О, круто. А потом будем анализировать рекламу блогеров и посмотрим, кто нам сколько привел. Посмотрим, у кого реклама эффективная. А кто себе крутит все, как бы с... Что, планерка закончена? Планерка прошла отлично. Я, в принципе, понял все свои задачи. Это все очень легко выполнимо. Я не сомневаюсь, что у меня получится. И тем более, вы мне поможете. Ну, 100%. Тем более, карта действительно лучшая на рынке. Ну, единственная бесплатная. С кэшбэком на все. Типа, калал. Уважаемые коллеги, я попрошу вас пройти на кухоньку. Будем хавать все, хавать пироги. Всех приглашаю, торжественно жду. Очень люблю пироги, пироги. Там вкусно, езды. Пойдемте все на кухню. Там сейчас пироги будут базаривать. И все понял. Ребята, если вы вдруг не слышали, там сейчас пироги будут. А с чем? Да не знаю. Ребята, все, пожалуйста, идемте над пирогами угощаться. Все, можно больше сегодня не работать. Банк мы закрываем. Все. Альфа теперь пэта. Идем. Все, пожалуйста, на кухоньку. Господа, у нас перерыв. У нас перерыв. Мы едем кушать вкуснейшие пироги. Пожалуйста, я всех очень жду на пироги. А где? Господа, а на кухне? Все уже готово, все вас ждет. Пойдемте. Все, перерыв. Все, работать перестаньте. Перестаньте работать. Потом. Пироги. Получается. Меня попросили вдохновляющую речь. Нет, не попросили. Я сам решил. От чистого сердца, чтобы наш, прошу заметить, банк захватил весь сегмент молодежи в этой стране. Что нам для этого нужно? Моргенштерн. Все. С этим мы справились. Поэтому можно похавать. Спасибо. Угощайтесь, пожалуйста. Они честно не отравленные. Потому что их покупали ваши ребята. Это ваш шанс не работать до конца дня. Берете кусочек и хаваете его три часа. И все. У вас отличное алиби. На работу п**ки. Нам с вами еще целый месяц вместе работать. Так сказать, плечо об плечо. Спина к спине. Поэтому большая просьба. Если в холодильнике видите баночку с маринованными перепелиными яйцами, не трогайте. Это мое. Хорошо. Я их считаю. И каждого вижу. Давай сделаем вид, что пропало яйцо. Ты выйдешь и начнешь на них роваться. Да ничего, я не старый. Не понял. Я хотел с вами по-хорошему. У меня пропало яйцо. Чтобы завтра оно было в моем кабинете на столе. На столе? На столе. Одно перепелиное яйцо. Одно перепелиное. Ох уж эти офисные страсти. Ну что, я тоже работаю в Альфа-банке. Что я думаю о Алишере Моргенштерне? Как человек, может быть, он и хороший, но как персонаж, он несет какую-то дичь. Я мать, у меня твой детей. И я бы не хотела, чтобы он был пример для моих детей. Как творчество. Его не воспринимаю, не люблю, не понимаю и не хочу. Мне очень понравилась встреча с моими коллегами и пожирание пирогов. Мы, так сказать, познакомились, я толкнул пламенную речь. Мне показалось, что я им всем понравился, они мне тоже понравились. Не сомневаешься? Да. Оп. Страшен. Это даже приятели. Что, сомневаются, что ты сделаешь 100 тысяч? Сомневаются, что у нас выпуски получаются классными. Я думаю, это решает только подписчикам, которые проголосуют лайком. Давайте 500 тысяч лайков здесь сделаем. Я ему покажу эту цифру. И он просто схлопнется. И меня назначат директором директора по работе с молодежью. Я буду сам себе директор. Мы сейчас что обсуждаем? Мы обсуждаем мерч, что хотим произвести. Мерч, а коллаборация Моргенштерн X Альфа Банк. Правильно я понимаю? Все это будет упаковываться в коробку. Будет называться Морген Бокс. И, да. Школьники, сливайте деньги не на кейсы в Бравл Старс, а на кейсы от Моргенштерна. Здесь вас точно не обманут. Мы очень высоко отценили твое чувство самоиронии, где ты в песне пел, что твое лицо похоже на коробку. А как песня называлась? Не напомню? Я не могу, к сожалению, ее назвать. Хорошо. И поэтому мы сделали... Ребят, серьезно? Бокс с принтом в форме твоей лице. Ооо, как это мило. Круто. Нормально? Да. Закладно. Отличия есть, Коти? Никакого. Практически нет. Хорошо. Итак, ооо. А, там что-то есть уже? Ооо. Вау. А это будет как? Продаваться или даваться вместе с картой? Продаваться только по карте. Продаваться только тем, у кого есть карта Альфа Банк. Да. Мне что-то нужно говорить? Ссылка в описании. Ограниченное количество пакетов. На каждом будет там написано, сколько всего таких пакетов. Это, например, 231 из 1000. И на каждом индивидуальный номер, да? Вау. Хорошо. В галереях сад имеет каждый экземпляр уникальный номер. То есть это предмет коллекционирования. Стикер паки, да? Они будут в боксе? Да. Отлично. Как-то, наверное, слишком ли жирно все им сразу так давать? И коробка, и наклейки, да. Также будут внутри бабочки. Ого. Но это живые? Мертвые? Бумажные. Бумажные. Итак. Кубик. Это игра в правдой медвестии. Во, вот это очень важная вещь. Для всех фанатов моей музыки беруши, да. Можете заткнуть уши своим родителям и слушать спокойно мои песни дома. Вот, окей, назовем их тогда «Мамин кайф». Как вам такое название? Это лак для ногтей? Да. Он будет черный? Конечно. О, кайф. Сори, сори. Мы что, я не понимаю, пропагандируем, чтобы мальчики красили ногти? Почему мальчики? Девочки, котики. Мальчик может подарить ногти. И прочие живые существа. Лак для ногтей внутри моей головы. Это то, что нужно для детей. Респект. За это респект, правда. Давай. Это, я так понимаю, а-ля брелок на ключи? Ну, это другое. Это примерно, как мы технически сделаем. А это вот, какой будет брелок. О, хорошо. Хорошо. Красиво. А это что, получается, фак из розы? Рок из розы из факра? И это просто человек держит в руке розу. У человека просто четыре пальца, да? Четыре пальца. Вы в кулаке вот так ездите. Мы принимаем разных. Красиво. Отдельно продаваться будет в Худи. Худи очень любят люди, у нас покупают в большом количестве. И мне кажется, тебе стоит попродавать в Худи тоже. Как, в смысле, стоять где-то на базаре или что? В магазине у нас. А, за прилавком? Да. Ну, мне кажется, мы объявим какой-нибудь уфлай на распродажу. Угу. Чтобы, не знаю, только с восьми утра... Релиз, да, дроп, ограниченный дроп. Здесь будет очередь. Диджей, тусовка. Я буду стоять и продавать эти худаки. Расписываться, фоткаться, да? Ну да, конечно. Это все. Блин, у нас план построен великолепный. А? Кстати, посмотри на качество Худи. Ребята тоже очень старались. И сколько такая будет стоить? Не, надо обсуждать. Можно напечатать Худи чисто вот с белым квадратом. Для того, чтобы на ней расписываться. Стиху шить. Чисто белый квадрат. В общем, очень много эксклюзивных шмоток. Разнообразных самых айтемов. Айтемов, да? Вас ожидают. Поэтому не тупите, пожалуйста. Чтобы потом не плакали. Ай, все, разобрали, все, скупили. Сейчас карту оформляйте. И как мы и объявляем о дропе, чтобы вы сразу могли в одно касание, так сказать, поднять этот дроп. На нее ценник, например, 100 тысяч. Но при покупке по альфикарте кэшбэк 99%. Как вариант, да. Будем проверять платежеспособность. 100 тысяч, и тебе 99% возвращается. Это прям такой сильный ход. По красной это стоит пищу, по всем остальным по зеленой 200, да. По желтой 100. Окей. Класс. Вот это мне нравится. Вот это прям. А она вот такая же будет? Потому что мне вот прям нравится вот это вот трогать. Вот это классно. Это лучше, чем твой мерк. Который надо купить по ссылке в описании. Тебя-то можно контактировать. Кристина, Лена, Саша. В общий чатик давайте просто всех и все. И по всем вопросам будем базарировать. Что, коллеги, все, мы завершаем тогда на этой прекрасной ноте. Ну, хотелось бы, конечно, сказать правду. Не то, чтобы он хорошо понимал дизайн, но он старается. И мне кажется, что мы найдем вообще это. Дизайн Моргенбокси, конечно, полная хуйня. Да нет, ладно. Не ожидал я, что они так красиво сделают. Вот. Потому что чувство стиля это очень тонкая грань. И Альфа-Банк действительно респект. Торговать такими шмотками только в кайф. Да и я не думаю, что мы будем только торговать. Я хочу их вообще, допустим, стикеры прикладывать к картам вместе, бонусом, да, или пакеты. Ну, это мы потом придумаем. Но дизайн... Муа! Пуш. Короче, не знаю, правильное ли решение с вообще Маргенштерном в Open Space, но судя по первому дню, по крайней мере, никому не мешал, никого не отрывал от работы. Ребята работали спокойно. И это уже неплохо. И я надеюсь, что 100 тысяч карт этой цели мы достигнем очень быстро. Желательно за месяц. Или за три недели. Что, всем спасибо. В принципе, мой первый рабочий день прошел отлично. Я считаю, что я прирожденный директор. У меня даже уже нарабатывается вот этот вот голос надмен, чтобы общаться с подчиненными. я считаю, это успех. Подписываемся на канал. Начался отличный сериал, в котором вы будете наблюдать за моей карьерой. Возможно, гиперуспешный, возможно, гиперпровальный. Посмотрим. Не забывайте заказывать карту. Буду обзванивать вас. Кто-то придет ко мне в офис лично. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. А ссылка на карту в описании. Пока! Все. Смена закончена.